Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем первое отделение композиции, которая состоит из двух пьес. Первая пьеса называется «Always and Forever», что можно перевести как «На веки вечная». Ее когда-то написал Пэт Мэттенен, один из удающихся гитаристов, в котором она вошла в состав его замечательного альбома. Мы в небольшой фрагмент сыграем этой пьесы. В общем-то это не джаз, это вот что-то такое. Вот он первым начал играть такую музыку, которая вроде бы и джаз, а на самом деле камерная музыка. Перейдет она в мою композицию, которая недавно была записана ансамблей «Арсенал» в таком стиле «Волд-мюзик». Называется эта пьеса «Алайский базар». Я посвятил ее историческому месту, которое возникло за 2500 лет до нашей эры в Центральной Азии на маршруте Великого Шелкового пути. Вы знаете, что из Китая с давних времен несколько тысяч лет возили шок, который всегда был в моде. И вот никто не мог раскрыть этого секрета, поскольку даже за попытки добыть этот секрет в Китае тут же казнили людей. Один человек попытался, это уже было где-то в 13-14 веке, Марко Поло под видом туриста туда приехал. И, в общем, попытался там что-то сделать, но догадались, ему пришлось бежать оттуда. И он долго-долго, целый год добирался через какие-то там Тибет, через Алтайский хребет и чудом спасся. Но это есть такая легенда, не проверено. В общем, Алтайский базар это как раз вот то место, где встречались караваны, которые шли в Европу, в Африку и в Индию, везли шок. И те, которые шли обратно уже с товарами, которых не было в Китае. И вот там возникло такое небольшое местечко под склоном Алайских гор. Вот есть такой Алайский хребет, и вот там возникло место, которое получило название Алайский базар. Этот базар и сейчас существует в Ташкенте, в Узбекистане. Я бывал там когда-то, но в то время я еще не знал такой богатой истории этого замечательного города. Итак, сначала Пэт Мэттени «Always and Forever», он посвятил эту пьесу своим родителям, а потом Алайский базар. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» 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 «Sимон «Симон» «Sимон» «Симон» 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 «Sимон» 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 «Симон» 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 «Sимон» 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 «Симон» 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 «Sимон» 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 «Sимон»